А мы первым делом выведем в наш прямой эфир журналиста и директора фонда «Русь сидящая» Ольгу Романову. Сейчас у нас уже есть связь, мне подскажет режиссер Ольга Евгеньевна. Здравствуйте. Привет, добрый вечер. Ну вот хочу начать с событий в Украине, потому что появилась информация, в том числе, я видел, выдавали интервью инсайдеру о том, что российских заключенных активно вербуют для того, чтобы отправить в Украину. Вот насколько это такой большой проект со стороны власти, сколько человек задействовано и сколько уже отправлено? Какими данными вы обладаете? Ну, смотрите, это третья сейчас волна попытки призыва заключенных российских. Первая волна была сразу же, прямо сразу же. Причем наши сотрудники, бывшие осужденные, которые, собственно, сидели в колониях для бывших сотрудников, сказали, сначала придут туда. Так и случилось. Пришли с самого начала в колонии для бывших сотрудников. Но понимаете, кто такие бывшие сотрудники? Это не только бывшие судьи, ФСБшники, прокуроры, а это еще и, например, люди, которые когда-то служили там в внутренних войсках. Это тоже считаются бывшие сотрудники. И это люди, имеющие военный опыт и вообще какой-то опыт обращения с оружием. Там был урожай очень небольшой. Если он был вообще, мы не слышали ни об одном завербованном таким образом. Любопытное дело. То есть, в принципе, бывшие силовики, вообще силовики, они охотно заводят на нас уголовные дела, они охотно нас судят, следят за нами, разгоняют нас на митингах. Но на войну идти... Нет, 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 дураков нет. Вторую волну мы пропустили. Мы увидели уже ее последствия. Уже непосредственно в Украине мы увидели нескольких довольно известных осужденных. Они были, собственно, и есть этнические чеченцы. И были осуждены за серьезные преступления. А они были как раз в чеченском батальоне. И они, по идее, мы все проверили, должны и сейчас сидеть. Как они оказались на войне, известно только Рамзану Кадырову и Аллаху. Хотя ему вряд ли. И третью волну мы наблюдаем сейчас. Она такая большая, открытая. Мы наблюдаем ее сейчас в Ленинградской области так очень сильно. И, наверное, максимально близко. Вот там уже практически под микроскопом. Такая же волна идет в Нижегородской области, Новгородской области, Владимирская область, Мордовия. В общем, сейчас уже практически везде. На этой неделе, в начале недели, порядка 50 человек, чуть больше, было отправлено в первый заход из двух колоний Ленинградской области в Ростовскую область. В одной из колоний. И этой ночью готовится отправка еще примерно столько же. Это из Ленинградской области. Что мы знаем там, в Ростовской области? Это бывшая колония, она сейчас практически очищена от тогдашних заключенных. И там будут происходить некие тренировки, некий тренинг, после чего этих заключенных, видимо, уже бывших, направят воевать в Украину. Подписывают ли они контракты? Мы не видели ни одного контракта. Я бы сказала о бусных обещаниях платить больше 200 тысяч рублей в месяц. Да, и кстати, сегодня нам сообщила гражданская жена одного из таких отправленных уже осужденных, что ей звонил ее муж уже из Ростовской области и сказал, чтобы она оформила доверенность на получение денег. Ну, будем следить, будем наблюдать за этим. Хотя, опять же, бумаг никто не видел, ни скриншотов, ничего. Мы сначала думали, что это люди, которые должны получить условно-досрочное освобождение. И вот когда подходит срок условно-досрочное освобождение, нужно место работы. И тут приходит прекрасная ЧВК, которая есть частая военная, ладно, компания, и говорит, о, я место работы. И Евсин говорит, боже, как хорошо, а суд говорит, как я вас ждал, и отпускает человека. Но вы посмотрели по сайтам судов, там нет массового рассмотрения дел по УДО, поэтому каким образом заключенные попадают, то есть юридически каким образом они попадают в тренировочные лагеря в Ростовскую область сказать, в общем, невозможно. Их просто сажают в поезд, это конвойный поезд, и отправляют на юг России. То есть получается, что это что-то типа штрафбата, получается? То есть их бросают на самые тяжелые участки фронта, где возможность и вероятность выжить, она там заметно снижается? Или пока не ясно, вот как это работает? Вы знаете, штрафбат, давайте так, если власти Российской Федерации говорят, что идет война, тогда это штрафбат. И тогда никакие законы в мирном времени уже не действуют. А если это какая-то некая специальная военная операция, то это не штрафбат, тогда это служба по контракту. Нас же собирались по заключенных вербовать на строительство БАМа, и вообще сращивание государственного интереса с частом, вот БАМ достраивать. Чем теоретически частная компания военная отличается от БАМа? Да в общем, ничем особо. Может быть, это и вот так построено. То есть пока, я так понимаю, что в силе сам верстится у ЖОНа в сковородке, не в силах отказать в этой маленькой необретательной просьбе, сам верстится у ЖОНа, пытается каким-то образом подложить какие-то бумажки под это дело. Но понимаете, дело в том, что кто такой заключенный, осужденный российский? Обычно человек, у которого нет родственников. Обычно. Если он не политический, если он там... Ну да, тогда и его судьба мало кого интересует. И мало кто спросит в делу. Вот еще вопрос, связанный как раз со специальной военной операцией, как это называют в Кремле, по крайней мере в Европе это давно называют войной. Что касается украинских военнопленных, потому что вот я видел в одном из интервью, говорили, около 6 тысяч сейчас находятся в российских тюрьмах. В каких условиях соблюдается ли права этих людей или над ними издевается? Потому что у нас был Владимир Осечкин, он говорил, бывает по-разному. Вот что это значит на самом деле? Что вам известно? Вчера, в воскресенье, вышел доклад Верховного комиссара ООН по правам человека как раз по этой теме. Я не видела, вывешен ли он на сайте, просто мы видели это как-то в своих собственных там группах. И мы видели, что представители ООН посетили лагеря, где содержатся российские военнопленные в Украине. Взяли интервью у 44 военнопленных, жалоб не было. И они попытались сделать то же самое в России, посмотреть на условия снижения этих интервью у военнопленных, им это сделать не удалось. То есть паритета не случилось. То, что мы знаем, у нас ходят рассказы о пытках. Но понимаете, мы в меньшей степени занимаемся военнопленными украинскими гражданами, поскольку это, собственно, просьба со стороны власти Украины. Потому что это обменные операции, наши любые усилия могут чему-то помешать, то, что должно сохраниться в тайне. Мы стараемся не мешать, мы стараемся собирать сведения и рассказывать рост, если мы кого-то нашли. Другое дело, что мы занимаемся вплотную гражданскими, украинскими, невоеннообязанными гражданами, которых просто похитили. Которых похитили в основном в начале марта Буча, Ирпень, Гастомель, Волноваха и Черниговская область, Новая Быковка, по-моему, называется село. Это то, откуда родом, в общем, девушка, ставшая символом вот этой части похищенных украинцев. Это 25-летняя учительница математики вот из Черниговской области Виктория Андруша. И она вот стала неформальным лидером этой группы похищенных украинских людей. Девушка совершенно невероятного мужества. Мы знаем, где они содержатся, мы знаем, где они. В основном они в Курской области, есть еще люди в Брянской области. В основном они в СИЗО Курской. И часть из них сейчас переведена в ИК-11. Это женская зона для рецидивистов. Но она разделена на две части. В одной из частей находятся как раз украинцы. И эта часть, надо сказать, ребят, вас так легко вычислить. Дорогие, прекрасные наши спецслужбы. Когда вы ставите вокруг колонии для женщин, рецидивисток, военную полицию, вопросов нет, кто там содержится. А как это оформляется? Потому что вот мы с вами говорили, что войны нет формально. Соответственно, военнопленных тоже нет. И украинские граждане, которые оказались в российских тюрьмах, их же нужно как-то оформить. Вот на основании чего они находятся в том или ином СИЗО. Я понимаю, что не СИЗО даже, а в той или иной тюрьме. Что какие-то документы на них поступают. Вот удалось с ними ознакомиться? Это отличный вопрос. И он очень трагичный. И мне кажется, что любой человек, который над этим задумается, хоть чуть-чуть быстро поймет, что приходит в голову российским властям. Раз они нахватали людей в начале марта, и нахватали они с целью их обмена на военнопленных. И после первого же такого обмена, он произошел. После первого такого обмена в апреле, украинская страна, да и мы тоже получили, на взгляд российских спецслужб, слишком много информации. А мы ее получили. Дальше вопрос. Будет ли второй обмен? Конечно, нет. Третий вопрос. А что тогда делать с этими понахватанными, до которых нет никаких документов, и доказательства пребывания которых, в общем, надо еще добывать и добывать? Что с ними делать? Правда же лучше, чтобы они исчезли? И их никто бы никогда не ношел. И был такой период, примерно месяц, когда я совершенно уверена, что эта мысль обсуждалась не раз среди наших распрекрасных тварей. Я не знаю даже, как сказать. Но вот сейчас, видимо, принято другое решение. Принято решение и на елку в лесе задницу не ободрать. Принято решение, что надо склонить к принятию российского гражданства и подписать сотрудничество с ФСБ. и тогда получать, что они добровольно вроде как здесь находятся. И надо сказать, что никто не против, если эти плененные люди, находящиеся в жутких условиях, такую штуку подпишут, потому что просто с этой штукой их будет легче вывести. А, слушайте, это просто под пыткой выбитые вещи. Поэтому, слушайте, не счетово. Другое дело, что украинцы сопротивляются и не хотят этого делать. И хорошо, что наши адвокаты туда все время ездят, добиваются. Мы все пишем заявления. И уже довольно трудно будет сделать вид, что их никогда не было здесь. Вопрос от наших зрителей про фильтрационные лагеря. Что известно об этом? После Мариуполя как раз эта тема активно поднималась. И правозащитники ее поднимали. Как эта система работает и как она построена? Как все это функционирует? Эту тему я знаю меньше, потому что я в основном занимаюсь как раз украинцами похищенными. Но как раз среди них довольно много людей, которые поступили уже в СИЗО после чистки, после фильтрации. Один у нас самый громкий случай, когда семья уже выехала из Мариуполя. Эта семья была полная, то есть с мужчиной, потому что это был российский гуманитарный коридор. И они добрались до Крыма. И в городе армянский семью разделили. И мужчина пропал, ну, в общем, для семьи пропал надолго. И это как раз были последствия фильтрации. Его заподозрили с тем, что он там госслужащий, силовых структур Украины и так далее, и так далее. После фильтрационных лагерей, в общем, многие люди, в основном мужчины, все-таки ухитряются вместе с семьями уехать за границу. И мы их здесь встречаем. Они обычно, в общем, не склонны говорить о том, что с ними было. Но судя по разнообразным отрывочным и урывочным сведениям, их принуждали к сотрудничеству. Их принуждали к сотрудничеству. И отпускали или назад в Украину, или за границу, имея в виду, что это спящие агенты. Но я бы совершенно не стала бы огульно записывать всех, кто прошел через фильтрационные лагеря в этом, что, во-первых, правда, это под пытками и угрозами. А во-вторых, слушайте, ну, кто чего подписывает в таком состоянии и что происходит на самом деле, мы с вами прекрасно знаем, как докладывали Путину, прекрасный генерал, о том, что вся Украина берет на их сторону, стоит только Путину туда зайти. Ничего уже этого не произошло, поэтому... В общем, для трансляционного лагеря, особенно в Донецке, в ЛНР, это, конечно, крайне неприятная и очень закрытая вещь. Но бывают и хорошие новости. Бывают и хорошие новости. Бывает, ну, знаете, вот совсем недавно под Мариуполем, в поселке Мыкольское, по-русски Никольское, я поэтому очень часто путаю эту историю с содержанием под Николаевым, задержали 33 волонтера, которые там работали, помогали беженцам. И они не прошли фильтрационный лагерь, в смысле, не сдали этот экзамен. И после этого все они, 33 человека, были обвинены в ДНР в терроризме. А за это полагается смертная казнь. И вы знаете, в ДНР, ЛНР, там, в общем, ждут, очень ждут смертной казни как какого-то показательного процесса. Поэтому я очень волнуюсь за судьбу этих двух англичан и марокканцев, и за АЗОВ. Но, скорее всего, я думаю, что АЗОВ, там будут расстрелы. Ну, в конце концов, возвращаясь к этим 33 волонтерам, которые не прошли фильтрационный лагерь, все-таки усилиями, усилиями, да, в основном подковерными, разнообразных и правозащитников, и представителей разных администраций, 15 человек освободили. 15 человек освободили – это почти половина. это много. То есть, ну, то есть, этого недостаточно, конечно, должны быть все 33 освобождены. Но вина их была в том, что на них была военная форма. Знаете, когда люди едут на военную территорию, да, мы… Слушайте, ну, когда мы с вами в России, там, в какие-нибудь прекрасные времена уходили куда-нибудь там в поход, куда-нибудь на Валдай, мы, наверное, тоже покупали камуфляж, да, потому что так вот просто проще. Вот примерно так. Еще вопрос от Анны. Она спрашивает. Алексей Навальный говорил, что в тюрьме все время круглосуточно включен телевизор, и там идет пропаганда. Так ли это, или это зависит от тюрьмы и от заключенного? Пытают таким образом людей? Да, да, да. Нет, это круглосуточно. В любой тюрьме так. В любой тюрьме так, я думаю, что, то есть, по крайней мере, это было совсем недавно еще, до войны. После войны я не слышала об этом. До войны была еще одна пытка. То есть, если ты не смотришь пропаганду, а, например, в воскресенье вечер заключенным разрешается посмотреть российские музыкальные каналы, я не знаю, что лучше. Ну, кстати, по поводу пропаганды, поскольку вы работали журналистом и работали в том числе в федеральном эфире, вот на ваш взгляд, если сегодня оценивать то, что произошло, в чем этот феномен? То есть, есть ли этот феномен российской пропаганды? Почему она оказалась настолько эффективной? В том числе, кстати, в Латвии, где много людей, достаточно много людей среди русскоязычных, которые поддерживают Владимира Путина и, в общем, готовы принимать его политику. Вот в чем этот феномен? Во-первых, мы довольно долго слишком... Мы – это мы, это вот большая какая-то Европа. Довольно долго легкомысленно к этому относились, полагая, что кто же будет слушать эту дурь. Да, очень долго легкомысленно относились. Да и сейчас, смотрите, вот в Германии, например, где я живу, запрещен довольно давно Rush Today спутник. Но, простите, осталась картина ТВ, которая транслирует любые каналы, пожалуйста, по кабелю и русскоязычные могут смотреть. Первый канал не под санкциями, нигде, в отличие от ВГТРК. И это, простите, это что такое? Ну и, плюс ко всему, конечно, огромное количество денег в это вливается. И я тоже часто смотрю и работы наших с вами коллег, которые разоблачают фейки, и, собственно, сам изначальный материал. Ну, слушайте, это же какой-то в этом есть, не знаю, китайский цирк. Это же дико талантливо, наверное. Наверное, надо родиться с таким вот чувством, вот привык в глаза божья роса и вот даром подбора слова, особенно глагольного. Нет же ни одного нейтрального глагола, как будто ты не новости рассказываешь всё-таки, а в каждом слове оценка. В каждом слове оценка. И, ну да, это пропаганда. И знаете, пропаганда же, она вообще должна быть либо талантливой быть, либо никакой. Если вспомнить судьбы самых ярких пропагандистов, радио «Германия» и лорд Гав-Гав, которого расстреляли, собственно, был один из немногих пропагандистов, который был расстрелян за свою деятельность в Великобритании. Радио «Тысячи холмов» в Руанде. Это же одно радио добилось гибели почти двух миллионов человек. Радио, которое проработало меньше года. И при всём при том, что когда оно начинало вещание, как раз вот западные послы все говорили, а что «А свободу слова, вот свободу слова, конечно, давайте вот послушаем свободу слова». Все эти знаменитые истории, они же очень хорошо, мне кажется, впитались нашими пропагандистами, они работают ровно в этом жанре. Тот же самый лорд Гав-Гав, в 1945 году которого, собственно, захватили и расстреляли, он же вещал, это же было и навещание фашистское, и он вещал на англоязычную аудиторию, то есть вы слушали в Америке и в Великобритании, у них было 8 миллионов слушателей. В 1945 году радио, 8 миллионов слушателей. У нас бы с вами была бы такая аудитория, а? В моменте, да. Хватает гавкать, да? Ну, кстати, вот радио «Тысячи холмов», я просто помню, были исследования, потом замеры, и поскольку оно называлось, поскольку Руанда холмисты, вот там, где радиосигнал не проходил, там хуто не так активно как раз занимались геноцидом тутси, потому что… Сейчас они живы, да, в низинах, там, где не пробивали холмы, да. Ну вот, а если, опять же, посмотреть, когда эта трансформация начала происходить, когда вы это почувствовали, что вот с телевидением, с российской журналистикой, когда не все же сразу стали пропагандистами, да, многие вспоминают. Соловьев когда-то был либералом, Татьяна Миткова, которая, правда, сейчас молчит, но, тем не менее, остается ведущей фигурой на этом НТВ, она тоже как раз была либералом, Киселев, который получал медаль в Вильнюсе за то, что поддерживал демократию. Вот как эта трансформация происходила? Когда вы почувствовали, что что-то меняется? Тогда, когда эта трансформация стала происходить с другими людьми. Вот тот же самый наш любимый клоун на ковре, да, Сергей Марков, он же тоже, между прочим, с хорошим американским образованием парень, с хорошими грантами, тот же самый внук Молотова Риббентропа, Никодов, депутат Госдумы, тоже с прекрасным американским образованием и с американскими грантами. А Толстой вице-спикер, ого-го, какой уже был записной либерал. Просто начали меняться все одновременно, собственно, прости господи, и мои бывшие коллеги, естественно. Слушайте, с Мишкой Леонтьевым я работала бок о бок с 93-92 года. И я как раз нашла, недавно припопытствовала его старые публикации, стала читать, это были довольно умные статьи в журнале экономиста Егора Гайдара. Я прочитала, и вдруг подумала, господи, а ведь он же и тогда так думал, я не видела. Мы никто не видел, никто не видел, и все считали это обаятельным, собственно, мнением и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки это все началось с приходом Путина, когда не стала возможной конкуренция мнений, то, что называется, дискуссия. Как раз те, кто шел в другую сторону, получили медальку, конфетку, а это же собака Павлова, это же рефлексы. Медалька просит еще медальку, конфетка просит еще конфетку. Это как вот люди, которые садятся на диету и перестают жрать конфеты. Сначала же невозможно, а потом через месяц думаешь, господи, какая гадость, как это, я, это то же самое. У вас есть ответ на этот вопрос, я о нем часто думаю, даже вот в более такой глобальной перспективе, вот кто-то, как, например, Жаня Слипки, да, вот в Латвии был человек, контрабандист, не очень образован, а в итоге стал праведником мира, да, в критический момент во время войны он стал спасать евреев. Это вообще не связано ни с образованием, ни с чем-то другим. Вот как люди делают свой выбор, как они оказываются на той или на той стороне. Ну кто-то же не покупается на эту конфетку, которую дают. Ну там условно, Фрида Курбангалеева, которая у нас была в эфире, она ушла с телевидения, хотя говорила честно, что это как наркотик, это статус, это деньги, это удобно и так далее. Ну нет, не могу. А кто-то остается. Познер молчит Владимир Владимирович, да, то есть он вообще исчез из информационного пространства. Мне просто вот интересна природа, когда, наверное, это все-таки не глупые люди, которые, ну, как сейчас говорят, все-все понимают. Эта же история очень хорошо описана в Библии. Савл, Божил был очень нехороший мужик по имени Савл, он прям был отвратительным. Мало того, что он собирал налоги, он был такой налоговый судья. И, в общем, от него пострадала куча народу. Отвратительный был человек. И однажды он куда-то ехал по своим вот налоговым делам и упал с лошади. Мне очень нравится по этому поводу картина Караваджа. Савл, который упал с лошади, то есть вот картина изображает просто очень красивую большую задницу коня. И где-то там тень Савла. Ну вот такая вот с ним случилась жопа. И он упал с коня и ослеп. И ослеп, то фон прозрев. И всё-таки он стал святым Павлом, так на секундочку. В общем, праведником и так далее, и святым. В нём можно очень много почитать, только не читайте его письма кремлинам и филистимлянам. Мне кажется, глупости написал, что вся власть есть от Бога. Но не будем критиковать святых, это в другой программе. Это всё описано, что какие-то жизненные потрясения, какие-то открытия или какие-то собственные страдания и умозаключения всё-таки оставляют человека на путь истинный. И как-то я не припомню случая, чтобы святому Павлу кто-то припомнил, какой он был неправедный судья и зачем он собирал налоги. А тоже, наверное, люди так добрее были. Не то, что мы злы дни. Мы сейчас никому не забудем. Кто когда ходил на русские марши, мы не такие, чтобы забыть. А вот, кстати, да, это я так понимаю, что отсылка к Навальному, потому что его нередко критикуют про русские марши. Вопрос от наших зрителей. А что с Навальным? То есть насколько он сегодня, сейчас в условиях, в которых он находится, может чувствовать себя в безопасности? То есть это от кого зависит? То есть от одного человека в Кремле? Потому что там постоянно приходит информация, что меняют зоны, меняют камеры. Но он сам это об этом описывает. То есть его жизнь в руках одного человека сегодня? Слушай, что Навальный на самом деле в том числе и в наших руках. Конечно, его судьба зависит от Путина. И если Путин все-таки боролся с ним, как с почти, в общем, с практически равным соперником, вне всякого сомнения, то теперь Путин чувствует себя и здесь тоже победителем. И когда Навальный перестанет быть ему совсем уж интересен, а мне кажется, это будет вот-вот, его судьба Навального, она будет спущена на уровень, не знаю, там, начальника управления ФСБ Владимирской области. И вот тогда, как пела Куджава, за его жизнь нельзя будет дать одной ломаной гитары. Но, собственно, поднявший меч на наш союз. Но я вот, собственно, почему говорят нас, зависит, если мы с вами будем говорить об этом каждый день, если мы будем заставлять западных политиков и журналистов думать об этом каждый день и говорить об этом каждый день. Если мы эту тему не забудем и не оставим, если мы будем продолжать писать письма и открытки слать в колонию, если мы с вами будем продолжать перепощивать его замечательные совершенно на посты. Если мы не оставим вообще свои заботы по лицзаключённых, поскольку вот сейчас история этого восхитительного Алексея Гориного, и сейчас она, конечно, в каждом сердце, но мы же с вами уже знаем, что пройдёт месяц. И на самом деле гораздо раньше. 15 июля приговор Андрею Пивоварову. И мы же с вами понимаем, что это будут не лепестки роз, усыпан его путь. И публика побежит дальше переживать по поводу Андрея Пивоварова, и это правильно. Забыв и про Навального, и про Алексея Гориного, а делать этого нельзя. И я очень рада, что очень многие юристы, в том числе ко мне, обратились. И я сегодня выходила на связь с разными европейскими депутатами. Эта инициатива на самом деле российская, российские юристы заходят сами, заходят в том числе и через меня, и через два дня заканчивается сессия, например, Европарламента. Скоро и Бундестаг уйдёт, каникулы. Но, естественно, мы считаем все, что любой депутат любой страны мира должен, обязан поддержать депутата своего коллегу, мужественного коллегу Алексея Гориного. И даже если это будет просто заявление или просто письмо, это всё равно очень важная вещь. Вот дело Гориного за то, что он назвал войну войной, ему дали семь лет, такие сроки не дают даже за тяжёлые преступления. Ну, можете меня поправить, но я так понимаю, что даже за изнасилование не всегда дают семь лет в России. Ну, может быть, я ошибаюсь. Убийство. Убийство, да. Это вот история, вот спрашивают наши зрители, это же такая очень орловская история, то есть получается. Это полиция мыслей фактически. Вот почему Горинов, муниципальный депутат, наверное, я предполагаю, что там для Владимира Путина он не является угрозой в плане потери власти. Почему так показательно и почему так жестоко? Это какое-то послание всем остальным или в этом есть что-то другое? Конечно, это показательный процесс, естественно. Поэтому, кто не понял, тот пойдет по стопам Горинова, конечно. А что касается самого Горинова, то, конечно, вообще я очень рекомендую почитать, сейчас много где есть опубликованную биографию этого человека. Знаете, вот, конечно, удивительно последовательный, последовательный, мужественный политик, который в наше время, да, добрался до уровня аж муниципального депутата. Но вообще, на самом деле, этого очень много по нынешним временам. И вот очень хочется сказать грубо, да, но скажу, попытаюсь, не смейте его забывать. Это будет просто преступлением против людей, которые, в общем, дают свою жизнь Алексею Горину 60. На минуточку. Вопрос от зрителей. Ольга, как считаете, насколько справедливо сравнение с 37-м, приближаемся ли мы к 37-му году? Это зритель из России спрашивает. Или еще пока рано об этом говорить? Нет, ну ничего же не бывает. Мы же не входим, не можем войти дважды в одну реку. Сравните с чем хотите, да. И мы найдем очень много и сближений, и разделений. Если честно, я как раз больше вспоминаю собственное детство. Все-таки я так, барышня, не первой свежести. И мое собственное детство, оно прошло в пионерлагерях, в Зорнице, в Парнино-информации, в Комсомоле, в Маршах, в Линейках и так далее. И так далее. То же самое, что сейчас происходит в школах, в юнармии. Это прямо не очень похоже. Я до сих пор умею разбирать автомат Калашникова. Кстати говоря, не самое противное занятие. Так вот, чем отличалась в то время от этого, все-таки в то время ни одна собака, ни один инструктор комсомола, ни один в это не верил. То есть мы все делали, как надо, чтобы отстали. Сделали, да, отстаньте. И занимались своим делами. И на всех комсомольских слетах, съездах и кострах, да, все равно слушали какой-нибудь там, не знаю, там, Rolling Stones, да. А сейчас, сейчас, к сожалению, это во многом искренне. И вот это пугает. Вот это пугает очень. У нас звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте. Это Лев из Коннектигу. Уважаемая Ольга, во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли на ГРЭМ и за ту самоотверженную работу, которую вы делаете, которая очень нужна в это время, особенно в это страшное время. И я хотел задать вам вопрос. Как вы считаете, почему власть продолжает давать возможность Алексею Навальному как-то быть в контакте с миром? Как-то он он как бы публикует свои посты, обращается ко внешнему миру. Ведь одним щелчком или одним звонком его можно полностью изолировать, так как это так как изолирует очень многих в заключении, чтобы не давать возможность общаться с миром. Спасибо большое. Да, спасибо, Лев. Какой отличный вопрос, Лев. Слушайте, во-первых, насчет канала ГРЭМ я не могла не пойти. Это канал, который лично мне всегда в выдаче идет первый. И понятно почему, потому что я его лайкаю, я его смотрю. Спасибо. не могу не пойти на ГРЭМ. Что касается того, как Алексей Навальный коммуницирует с нами. А вот, собственно, глядя на него, у меня вопрос, а почему он один с нами коммуницирует? Он показывает, как это можно сделать. Я понимаю, как это можно сделать, потому что люди, у которых есть адвокаты, у которых ездят адвокаты, это очень сложно. Это очень сложно сделать. Очень сложно добиться. Но это сделать можно. И никто ему это запретить не может, потому что адвокат ему положен. То же самое дело в той же колонии в покрове Константин Котов и адвокат Мария Эйсмонт нам писала в Фейсбуке всегда его послание. Это все зависит и от адвоката, и от человека. И, конечно, Алексей со своим талантом пробивается везде. Не думайте, что он это надиктовывает на диктофон или сам набирает это все в компьютере. Это через стекло диктовка адвокату. И, скорее всего, адвокат записывает ручкой, потому что диктофоны были запрещены еще когда. Это довольно серьезная работа. Это очень серьезная работа. И как раз я бы хотела бы призвать многих осужденных и их адвокатов, и их родственников все-таки сделать так, чтобы их голоса до нас доносились. Это очень важно и для них, и для нас. Так можно, так нужно. Еще вопрос спрашивает ваше отношение к Дмитрию Медведеву. Что с ним происходит? В последнее время он пишет много агрессивных постов. И человек, который когда-то говорил, что свобода лучше, чем не свобода, в общем, стал одним из самых ярых, по крайней мере, в социальных сетях ястребов этого режима. Задумывались об этом? Мне кажется, какой-то мультяшный персонаж все-таки. Если, не знаю, Патрушев, он страшный, старый, страшный, тупой дед, но он страшный. Ну, Путин страшный, хотя и там. А этот мультик, знаете, вот Том и Джерри, когда маленький Джерри начинает злиться, скалиться, вот это вот все показывает. Ну, зашибись. Ну, вообще следует обращать внимание на путинское окружение. Этот вопрос тоже периодически встает. Вот, зачем вы обсуждаете ту или иную персональю, там, Патрушева, Медведева, не знаю, кого-то еще, Шойгу? Это все не имеет значения. Вот, есть один человек, а все остальные в зависимости от его курса. Вот, насколько это важно? Вам как журналисту, например, как кажется? Стоит на них обращать внимание? Ну, мне кажется, что нет. Есть вещи очень интересные в развитии. Вот тот же самый роман, ну, «Горбатая гора» между Путиным и Шойгу, да, они так косплили «Горбатую гору», что прямо неловко было за этим смотреть, честное слово. А и вдруг вот сейчас такое вот охлаждение, практически вот, практически, ну, едва ли не ненависть и отлучение от двора. Не, мне кажется, такая поучительная история это уже такая, смотришь на них, думаешь, а, вот, да, вот так, вот, да, любовь с властью, к власти и так далее. Нет, 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 это бывают поучительные вещи или какая-нибудь судьба ротенбергов, каких-то питерских тренеров из-под воротни, да, это тоже любопытно. И дальше вот ровно цитата из «Эры милосердия» или «Место третьей извините нельзя» про змейку, золотую змейку с одним изобретенным глазком. А этот дурачок копченый, его взял и выиграл, а этот ротенберг взял и забрал себе путинский дворец. Что теперь с этим делать, да, туристический сезон в разгаре и я так понимаю, что беда, беда. Вот еще возвращаясь к Познеру, спрашивают зрители, Познер сможет перемолчать этот период? И как относитесь вообще к Познеру? С презрением, с большим презрением к нему отношусь, тоже слишком много о нем знаю, слишком давно его знаю, но перемолчить, ну не перемолчить, но мне кажется, вот как вот начинал свою карьеру лет 60 назад с иновещания, а иновещание в Советском Союзе всегда была вещь однозначная. Так он продолжает на иновещании работать. А мне не нравится, как Познер относится к своим женщинам. Нефиг бросать больных раком старых жен. Еще вопрос. Госдума России внезапно решила собраться на внеочередное заседание. Почему и зачем? Анна спрашивает. Знаете? Да какая разница? Что-нибудь нарисуют, ну не знаю, объявят войну Украине, но она и так уже идет. все-таки мне кажется, что никто уже не не сможет перебить по драматургии вот то самое 20-21 февраля, когда мы видели вот коллективное коллективное замазывание с этим Нарышкиным. Это же какая была прелюдия. Ну вот вообще, конечно, то, что мне кажется мы будем пересматривать и то, что потом будем показывать правдам, если доживем, если они у нас будут не будет ядерной войны, что смотрите, как начиналось вот это Третье мировое, в которое мы конечно сейчас входим. То есть в этом смысле вы считаете, что нам не избежать большого конфликта? То есть Украины... Ну что не избежать просто по той причине, что мы мы это мы все, да, то есть я, вы, Европа, Америка, позиции внутри России, вне России, обычные люди, мы все-таки недостаточно сопротивляемся и слишком много думаем о том, не знаю, насколько дорог бензин, чем мы будем топить зимой, слишком много думаем об этом, это приближает нас к ядерной зиме. Ну что ж, еще один вопрос в завершении от зрителя. Надеетесь вернуться в Россию в ближайшее время или пока эта дорога закрыта? Нет, я не надеюсь и дело даже не в Путине. Я очень боюсь, я очень боюсь встретить людей, которых я сейчас вижу по телевизору, которых я сейчас вижу в разных каналах, людей, которые вроде бы симпатично выглядят, которых там нет рогов, не капает кровь с клыков и которые говорят возьмем Киев, добьем укропов. Я просто я всю жизнь жила не среди них и мне казалось, что это милые, прекрасные, замечательные люди, народ богоносец, вообще такой вот победивший, там все выдержавший, который все может. Черти полосатые, не хочу. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш эфир. Ольга Романова была с нами сегодня на прямой связи. Спасибо и будем приглашать вас снова на наш канал. Спасибо, всего доброго. До свидания. Мы продолжаем наш стрим.